На кого охотились киллеры? Депутат или подполковник милиции? Кто был целью преступников, устроивших кровавый взрыв в Киеве? Блокадники 21 века. Кто превратил украинские психдиспансеры в концлагеря? И как можно остановить этот нечеловеческий эксперимент над больными? Новая финансовая эпоха или новые финансовые пирамиды? Какую угрозу таит в себе бум криптовалют? Декларация и народ все стерпят? Ляшко списал сотни тысяч на выигрыши в лотерею. Что еще придумывают толстосумы от власти, пытаясь оправдать свои сверхдоходы? Добрый вечер. Мы начинаем подробности недели. И начинать сегодня приходится с темы, которая уже становится будничной для Украины. Очередной взрыв в Киеве, очередные жертвы и очередная констатация, что преступники и на этот раз могут уйти от наказания. По крайней мере, если вслушаться в заявления политиков, то складывается впечатление, что общество готовят к тому, что честных и при этом официальных ответов на вопросы о трагедии может и не быть. Впрочем, медиа для того и существует, чтобы находить ответы тогда, когда политикам это невыгодно. И сегодня займемся как раз этим. Пока что в центре всеобщего внимания, конечно, главный политически пострадавший. Депутат-радикал Игорь Масичук. СМИ регулярно передают сводки о его самочувствии. Друзья политики отчитываются о том, как он освоился в новой больнице. Накануне нардепа перевели из частной клиники в Киевский институт Шалимова. Да и сам пострадавший политик находит себе силы даже для постов в Фейсбуке. Несмотря на то, что сам же в них и сообщает, что врачи еще не успели удалить все осколки из тела, а боли часто становятся невыносимыми. Умудрялся Масичук постить даже из реанимации. В общем, как минимум, вот такая сетевая активность депутата позволяет сказать, что из всех жертв взрыва именно Масичук пострадал-то меньше всего. Более тяжелое состояние других пострадавших. Политолога Виталия Балы и Надежды Тарасенко, еще одной жертвой теракта. Женщины, которая просто проходила мимо. Погибшего охранника Игоря Масичука Руслана Кушнира сегодня похоронили в Виннице. Но меньше всего сведений о личности второго погибшего. Бомба взорвалась как раз в тот момент, когда Михаил Мормиль, подполковник полиции, оказался в максимальной зоне поражения. Эксперты уже предполагают, что именно этот человек как раз и мог быть настоящей целью убийств. Итак, что известно о тех пострадавших, которых Игорь Масичук фактически затмил своей политической известностью? Давайте разбираться. Начнем с материала Александра Васильченко. Несмотря на нестерпимую боль, он нашел в себе силы встретиться с журналистами. Сегодня днем Игорь Масичук, сидя в коляске, дал брифинг в фойе Института Шалимова, куда нардепа вчера перевезли из частной клиники. Но при этом Масичук довольно активен в Фейсбуке. Он регулярно сообщает о своем самочувствии и выдвигает версии произошедшего. Словом, делает все для своего политического пиара. Гораздо серьезнее состояние двух других пострадавших от взрыва. Политолог Виталий Бала сейчас находится в 17-й больнице. У него сильно повреждены внутренние органы. Информация о его состоянии крайне скупа, так как родственники запретили врачам говорить на эту тему. Известно лишь, что после операции он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна жертва взрыва – Надежда Тарасенко. В тот вечер женщина шла к себе домой. Только сегодня Надежда пришла в состояние после операции, но она ничего не помнит о случившемся. У нее черепно-мозговая травма. Об этом сообщила дочь пострадавшей на своей странице в Фейсбуке. А еще родственники просят денег, ведь впереди еще одна операция – долгое лечение и реабилитация. А погибшего охранника Масичука Руслана Кушнюра сегодня похоронил в Винницкой области, у него на родине. У Руслана осталась беременная жена и четырехлетняя дочка. Взрыв, в результате которого погибли два человека и трое получили ранения, прогремел вечером 25 октября на улице Мицкевича, возле телеканала «Эспрессо», который находится в жилом доме. Взрывчатка сдетонировала в тот момент, когда Игорь Масичук с охранником Русланом Кушнером и политологом Виталием Баллой выходили из студии. Взрыв был очень большой, огромный, было такое пламя просто. Тем более я смотрю, что по факту повреждения даже по дому, так их покосят, но это просто не реально. Взрывчатка была прикреплена к мотороллеру, припаркованному рядом. По версии взрывотехников, бомба была самодельная, смонтированная на базе автомобильной сигнализации. Заряд составил около полкилограмма тротила. Это был выбуховый пристрел, направленный действий. Потому что вот эти кульки 7-мм, они пошли с певным радиусом. Працюет свечооперативная группа, которая продолжает их собирать и вылучать. Певная количество этих кульок находится и в телах потерпевших. Сперва случившееся квалифицировали как умышленное убийство. Потом взрыв назвали терактом и передали в компетенцию СБУ. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий. Первая версия – это замок на убийство Масильчука, который был организован спецслужбами Российской Федерации. Другая версия – это политическая деятельность пана Масильчука и его общественная позиция внутри нашей страны. И третья версия – замок на убийство Масильчука на особенном грунте. Но мы не отходим и другие версии. Там еще был и политолог Бала. Мы тоже не можем не рассматривать эту версию. Тем временем несколько независимых криминалистов выдвинули свою версию произошедшего. Они не исключают, что это заказное убийство. Но объектом взрыва был не нардеп, а первый погибший – 36-летний Михаил Мормель. Именно он шел по направлению к взрывчатке, в то время как Масильчук и Бала направлялись в другую сторону. Как выяснилось, мужчина жил в доме, где находится телеканал. Мормель был подполковником МВД в отставке. В 2015 году он уволился по состоянию здоровья. Его друзья сообщили, он судился с Министерством внутренних дел и волновался за свою жизнь. Александр Васильченко, Лина Зеленская, Иван Матриченко, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер». Удастся ли следствию быстро расставить все точки над «и» в этом деле? И на какие факты точно должны обратить внимание правоохранители? Обсудим это с нашими гостями. Андрей Ильенко, член парламентского комитета по правовой политики и правосудия, представитель свободы. Здравствуйте, Андрей. И Анна Малер, юрист-криминолог. Она, пожалуй, первой высказала предположение о том, что настоящий цель убийц мог быть как раз погибший подполковник милиции. Здравствуйте, Анна. Скажите, вы сейчас склоняетесь к таким выводам? Цель убийц мог быть не Масильчук? Я наполягаю на том, чтобы следствие рассматривало все версии, потому что в ночь, когда это произошло, я как раз коментировала на многих телеканалах эту ситуацию, и я застерегала от того, что одну версию могут использоваться исключительно в политических целях. И если следствие потом выйдет на другую версию, то гражданская дума уже этому не поверить. И мы должны рассматривать несколько версий, потому что, первое, вибух действительно стався значительно ближе по отношению до другой человека, а не до пана Масильчука. Пан Масильчук и пан Бала рухалися в другом направлении, чем была вибуха. Кроме того, если бы на этот момент сотрудники телеканалу находились в офисном помещении, то я бы не хотел давать каких-то оценок с точки зрения версий. Потому что версии мают заниматься следствием. И мы, наконец, хотим почувствовать конкретные факти. Потому что, знаете, когда просто происходит констатация, это не явно не то, чем должны заниматься правоохранительные органы. И спецслужбы. Они должны заниматься, во-первых, превенцией, потому что таких случаев у нас уже, на жаль, очень много. А они должны заниматься и реальным расследованием этой ситуации. И называть конкретные вещи. Если это российские следы, я целиком допускаю, что это может быть. Давайте тогда называть факты. Потому что просто говорить российские следы, не называя факты, это не очень пореконно. Вы понимаете, что становится смешным, когда через 15 минут, буквально после совершения преступления, у нас называется первая версия, среди которых обязательно будет российский след. Возможно, он там и присутствует. Но общество уже, наверное, устало от вот таких вот заявлений в течение первого часа после преступления. Я считаю, что мы, безумовно, враховывая, что идет война, Россия агрессор. Россия, мы знаем, вбивает наших разведников, вбивает своих врагов на территории Украины. Это факт. И, безумовно, мы должны рассматривать российскую версию. Но мы должны рассматривать факты. Мы должны рассматривать конкретные доказы этой версии. Безумовно, другие версии, так же все должны быть изучены. И, наконец, мы должны добиться от правоохранительных органов и спецслужб порядка и безопасности на наших улицах. Потому что страждают, ну, абсолютно будь-яка людина сегодня может быть под загрозой. И это надо усведомить. Потому что, если бы была реальная борьба, даже если бы мы говорим про российский след, почему нет борьбы с российской агентурой в Украине? Почему нет никаких действий против их легальных, напевлегальных, нелегальных резидентур? Мы этого не видим. То есть, мы видим, на жаль, только заявы. Это самое касается и всех возможных других вариантов. Мы должны изучить факты, добиться, наконец, реального расследования. И главное сегодня – это безопасность наших граждан, безопасность наших улиц. А безумовно, это ужасный теракт. И надо понимать, что и место, которое было выбрано, именно рядом телевизионного канала. То есть, все эти вещи тоже имеются в живом доме. Давайте об этом не забывать. И характер зарычатки тоже очень странный. Он был начинен поражающими мелкими элементами. Что, по-моему, эксперты-криминологи, это нам подтвердить или нет, это не характерно для точечного убийства. Это эксперты-балісти повинні говорить. Но я могу сказать, что если планируется выбор и убийство конкретно человека, там, Січука или Бали, то логично подкладывать вибуху под их авто, под транспортный средств, которым они используются, как у приклада было с шереметом. Если подкладывается вибуха в мопед, который стоит на улице, значит, это означает, что мета была влечить в человека, который будет проходить повз. Это с великой и уверенностью, конечно, эксперты будут говорить про остальную точку в этом ставить. Но на рахунок российского следа, я хочу зауважить, действительно, в Украине война и следство должно всегда эту версию в том числе разглядать. Но в моем рейтингу версии, вот в этом случае российский след все-таки где-то там на остальных позициях. А первое? Первое место в вашем рейтинге все-таки что? Это кто-то из тех, кто постраждал. Кто-то из погибших. Або загиблый. Или пострадавший. Або это, действительно, Масичук, Чебала. Это нужно расследовать. Хорошо. Анна, если рассматривать Масичука, Андрей, вопросы к вам. Если это действительно было покушение на Масичука, стоит ли рассматривать только политическую версию покушения на него? Все-таки за этим человеком тянется целый шлейф очень скандальных историй. И предположить какие-нибудь разборки, грубо говоря, если можно такое слово потреблять. Мы можем деликатно это назвать деловою сферою. И действительно, життя Масичука достаточно таки багатогранное. Ну, власне, как у всех. Тобто, не только политическая деятельность. Я тоже озвучивала, что мы не должны концентрироваться исключительно на одной версии. Но, если мы сразу, в первую годину после злочина говорим, что это российские следы и политические мотивы, это, знаете, такой способ застраховаться правоохранцем. Потому что это очень удобная версия. Тут не нужно шукать ни замовников, ни организаторов. Хорошо. Но здесь возникает очень логичный вопрос. А будет ли следствие проверять все остальные версии? Они усыпятся ли за одну удобную, самую яркую, объявят ее общественность как факт и все. И на этом следствие прекратится. Вот в этом небезопасность, что гражданская думка сегодня формуется исключительно около одной версии. И следствие, по сути, будет связано по руках с этой гражданской думкой. Они и так, очевидно, не очень хотят проверять все версии. Но, что меня тешит, что сами правоохранцы все-таки уже озвучили несколько версий. Поэтому есть шанс, что они все-таки будут их расследовать. Андрей, есть ли надежда, что политики хотя бы в этот раз будут контролировать и не забудут, не спустят на тормозах это расследование? Парламент будет помнить об этой истории? Как вы думаете? Знаете, я не могу сейчас расписываться за весь парламент, потому что его деятельность последним временем категорично нам, свободистам, не подобается, как, в принципе, и достаточно давно уже. Но, если мы говорим про нашу позицию, мы, безусловно, должны требовать от правоохранцев провести реальное исследование, и те факты. Я понимаю, что есть, что я уверен, что я уверен, это следствие, я все это понимаю. Но версии должны быть всегда подтверждены конкретными документальными фактами. И тогда не будет вопрос в общество, тогда будет все понятно, ну або, принаймні, большинство вопросов будет понятно. И мы будем видеть, главное, что подобные ситуации не будут повторяться. Что каждый раз, когда подобная ситуация становится, поверьте, чувство такое, что это безкарность. И, по-друге, что очень большая уверенность, что не найдут ни законовцев, ни законовников. Вот именно поэтому я вам этот вопрос и задал, Андрей. Потому что, к сожалению, согласитесь, Андрей и Анна, пока мы наблюдаем именно безкарность, и пока мы наблюдаем только повторение одной и той же ситуации. Виновные не находятся. Смотрите, мы об этом далее будем с вами говорить. Вот этот взрыв, недавнее убийство в самом центре столицы Тимура Махаури, убийство офицера украинской разведки в Киеве, офицера СБУ в Мариуполе, убийство Павла Шеремета, нераскрытых громких преступлений более чем достаточно. Но, что удалось выяснить силовикам за время расследования этих дел, мы напомним в нашей короткой справке. 20 июля 2016 года. Центр Киева. Мощный взрыв автомобиля, в котором погибает известный журналист Павел Шеремет. Взрывчатку прикрепили к машине и привели в действие дистанционно. Сразу озвучили несколько версий. Это и журналистская деятельность Шеремета, и российский след. Прошло уже больше года, но ни исполнители, ни заказчики не найдены. Расследованием активнее занимаются журналисты, а все судебные решения по делу Шеремета засекретили. 31 марта 2017 года. Мариуполь. Джип начальника управления военной разведки СБУ Александра Харабирюша подорвали с помощью радиоуправляемой мины. Он умер в карете скорой помощи. Почерк ликвидации был схож с убийством Шеремета. В тот же день правоохранители сообщили, Харабирюша убили диверсанты ДНР и ЛНР, поскольку именно он курировал поиск шпионов на фронте. 27 июня 2017-го. Киев. Рано утром взорвали авто начальника специального резервного главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала. Взрывчатку заложили на днище машины. Следствие ведет военная прокуратура. Официальная версия – российский след. Ведь Шаповал мог иметь отношение к ликвидации боевиков Моторолы и Гиви. Кроме того, он искал доказательства причастности России к войне в Украине. 8 сентября 2017-го снова Киев. Центр среди бела дня взрывают Тойоту Тимура Махаури, добровольца батальона Дудаева и личного врага Кадырова. Кроме него в автомобиле были еще двое – ребенок и женщина. Они выжили. Махаури скончался на месте. Взрывчатку прикрепили к днищу машины. Расследования на начальной стадии и конкретных выводов пока нет. Продолжаем разговор. Напомню, у нас в гостях Андрей Ильенко, представитель Свободы и Анна Малер, юрист-криминолог. Анна, вот смотрите. Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова. Многие говорят, что его раскрыли только потому, что киллер был убит на месте преступления. По всем остальным делам прогресс мы видим. Он, в общем-то, мягко говоря, расследование такое ощущение, что проводится спустя рукава. Мы согласны с теми политиками-экспертами, которые утверждают, что у наших правоохранительных просто нет навыков расследования подобных громких преступлений. В каждом отдельном случае нужно делать какие-то отдельные выяснения. Если мы говорим про такие сложные злочины, как убийство Шеремета, действительно, наши правоохранительные органы не готовы к расследованию таких злочин. Если мы говорим про российский след, например, Хараберюш и Шаповал, я согласен, что в числе первых версий должен быть российский след. Тогда действительно у нас еще меньше шансов расследовать эти злочины, враховывая, что у нас действительно очень много интегровано, в том числе и в правоохранительные органы, агентурная мережа другой страны. И там может действовать и опера, и могут действовать какие-то проблемы. А кроме того, это действительно, у нас нет соответствующих штатов людей, которые могут это делать. Мы залучали, например, американские приборы для того, чтобы дослеживать убийство Шеремета. И все равно там ничего не вышло. Або расследуют так через недбальство и невмения, а иногда, потому что они не хотят, потому что так нужно, чтобы не расследовали этот злочин. И мне кажется, что наши правоохранительные органы... Вот сейчас почему это все на горы выходит? Потому что сейчас вот такой исторический момент, когда этих гучных злочин очень много. Раньше мы просто не обратили внимание на то, что наши правоохранители не могут раскрывать такие злочины. А сейчас, что месяц, а в этом месяце, что неделю мы уже с вами про это говорим? К сожалению, да, мы стали с вами чаще встречаться в этой студии. Напомню, что ваша специализация зрителям исключительно криминология. Поэтому поводы всегда грустные. Андрей, как вы думаете, вот все вот эти вот примеры, которые только что были приведены в нашей справке, это уже однозначно висяки или шансы есть на то, что их хоть когда-нибудь раскроют? Шансы, конечно, есть, но мы все прекрасно понимаем, что чем больше времени проходит с момента злочину, тем эти шансы уменьшаются, уменьшаются и уменьшаются. Все больше это все вводится в конце воды. Давайте, я тут, в принципе, согласен, потому что я считаю, что тут есть и та, и та проблема. Очень часто, возможно, не в всех случаях, но очень часто это не желание, а какой-то на том или ином уровне саботаж. А второй вариант, в принципе, я тоже с этим согласен, это и недостатный профессионализм. Давайте прямо про это говорить. Потому что, ну, даже вот это вот расследование журналистское по убийству Шеремета, ну, люди, которые не имеют повноважений, не имеют тех бюджетов, не имеют тех ресурсов, которые имеют соответствующие государственные органы, просто журналисты коллеги Шеремета провели расследование, которое уже дало очень много зачипок. Андрей, положив руку на сердце, будем откровенными, оно выглядело более профессиональным, чем отчеты правоохранителей по расследованию этого дела. И поэтому, я думаю, что это поединение двух факторов. И очень часто небожание, саботаж, и очень часто недостатний профессионализм. Посмотрите сейчас, что делается в стране в плане криминальных злочиней. Взрастание почти по всей статистике. И это касается не только политических злочиней. Это касается и обычных побудовых злочиней, и их расследует так же очень мало. Правоохранная система сегодня находится в глубокой кризе. И она не справляется с тем валом злочинности, который сейчас есть в Крыге. Вы сами сказали в первой части нашего разговора о том, что вот то, что произошло на днях в Киеве, я имею ввиду покушение, взрыв в центре Киева с жертвами и погибшими, к сожалению, это несет угрозу и простым украинцам. Сами вы сказали, что буквально за несколько часов до этого вы проходили в этом месте, вы тоже были на этом телеканале в гостях. Действительно становится жить страшнее. Но что должна сделать власть на сегодняшний день? Это вопрос и к вам, Андрей, и к вам, Анна, как специалисту. Ну, я не знаю, но предупреждать это можно уже или нет? Это уже, ну, я со счета сбился. Какое громкое преступление в центре Киева? Ну, возможно, камерами зависит все крупные города, ну или там парламентские центры города. Я не знаю, я не специалист, но делать что-то нужно. Общество это ждет. Ну вот, даже история с Шереметом показала, что были камеры, которые сняли очень много интересных информаций. И это не было в официальном следствии. То есть, мне кажется, что тут комплексное вопрос. И, на самом деле, некоторые вещи являются суто политичными. Это просто не желание бороться с ворожей агентурой, чтобы уничтожить их диверсийные центры в Украине. Это первое. И второе, это, безусловно, то, что нет реальных расследований. То есть, если бы те злочинцы, которые это делают, они осуществляли величезный риск быть выкритыми и покаранными, и видели конкретные примеры, что это случается, то, соответственно, и охотших это делать было бы значительно меньше. Потому что сейчас, ну, очевидно, один, другий, третий, пятый, десятий злочин не расследований. И это безкарность породживает безкарность. В результате мы имеем ситуацию, когда мы уже и не надеемся, особенно на реальное расследование. Очень хотелось бы, но сподеваний мало. Мне не криминолога, здесь и связано. Анна, что говорит ваша наука? Можно предупредить подобные громкие преступления? Безусловно, это и должна, власне, заниматься держава. И, ну, мы должны сейчас признаться честно, что Украина потребует сегодня надзвичайных заходов безопасности. Не только потому, что война, а потому что, в целом, есть экономическая кризиса, которая также тягнет за собой увеличение, там, вуличной злочинности, примером. И сегодня, кроме этого видео-спостережения, нужно определенные объекты ставить под посиленную охорону. Например, если мы говорим про телеканалы. Вот сегодня мне журналисты «Еспрессо» сказали, я тоже сегодня там была в эфире, что этот мопед туда и раньше приезжал, несколько дней до этого они уже несколько раз его видели. И они уже удивились этот момент. Потом, я так понимаю, что правоохранители же выложили это видео, там, очевидно, зафиксировано, кто приехал на мопеде, как там вся эта история происходила, как его там паркували, там, очевидно, можно человеку идентифицировать. То есть эти технические средства помогли, а еще какая-то посилена охорону для, ну, певных мест, которые потенциально имеют повышенную вразливость. Я вас понял. То есть, вывод один. Система сбоит. Это неоднократно уже доказывается подобными громкими преступлениями, но, похоже, выводов пока никто из этого не делает. Я благодарен вам за ответы на вопросы. Андрей Ильенко, Свобода, народный депутат Украины, Анна Малер, юрист-криминолог, были гостями подробностей недели. Мы продолжим. Взрыв на Мицкевича в Киеве, то ли главный, то ли случайной жертвой которого стал Масичук, расследует Служба безопасности Украины. Но сможет ли СБУ сделать то, что не получается у полиции? Например, в деле об убийстве Шеремета. Этот вопрос мы задали Валентину Наливайченко, человеку, который точно знает, что происходит в украинских спецслужбах. И вот, что он ответил. Это первое. Другое. Я напоминаю, что на этот час действовал, подписанный президентом, посиленный контрразведывающий режим в государстве. Поэтому расследование замаха на убийство, в следствии которого погибли невинные люди, мирные люди на улице Киева, это дело честное. Но, на мое утверждение, что СБУ и Генеральная прокуратура, и Министерство внутренних справ должны быть объединены в единую высокую уровню следственную группу, которая должна объединять и использовать все оперативно-технические, агентурные и другие возможности для установления замовников и выполнителей. Почему, на мое утверждение, это важно? Потому что то, что началось с убийства Павла Шеремета, потом известного украинского военного, который действительно был фаховым и молодым офицером, и отвечал за серьезные операции Министерства обороны. После этого, этот ланцужок убийств может и должен быть остановлен и другие теракты, если будет расследовано, почти один. Сейчас настав час расследовать этот теракт. Еще одна громкая политико-криминальная история, которую стоит вспомнить. 5 участников погрома в Святошинском районном суде Киева отправлены под домашний арест. Еще одного погромщика отпустили под личное обязательство. Напомню, в начале недели зал этого суда стал самой горячей точкой в стране. Выбор меры пресечения Николаю Коханиевскому, комбату ОУН, обвиненному в вооруженном нападении, затянулся до ночи, ну а ночью как порезвились в суде на полмиллиона гривен. Посмотрите далее. Судебный боевик длиною в три дня. Именно столько времени понадобилось, чтобы избрать меру пресечения лидеру ОУН Николаю Коханиевскому. Все началось с перестрелки. Коханиевский в пылу ссоры выстрелил из травматов Руслана Качмалу, бойца батальона Один. Коханиевского задержали, и в понедельник началось заседание в Святошинском райсуде. Но когда судья решил перенести слушание на утро вторника, началось. Сторонники Коханиевского заблокировали суд. Правоохранители применили газ, активисты бежали через окна. Но позже вернулись, устроили в суде погром и начали возводить баррикады. Сам Коханиевский заявил, такие действия активистов якобы спровоцировали полиция и судья. Но уже утром несколько десятков правоохранителей прорвались в помещение, хватали радикалов и выводили на улицу. Штурм полиции был быстрым. Задержали около 30 человек. Под горящую руку попали даже трое журналистов. Одному из них разбили камеру. Полиция возбудила два уголовных дела за хулиганство и уничтожение имущества. Позже ущерб от погрома оценили в полмиллиона гривен. А после операции заседание продолжилось. Правда, с перерывом. Коханиевскому с разбитой головой стало плохо. В коридорах суда высадился целый десант депутатов. Поддержать ауновцев приехал и радикал Масийчук. Правда, вел себя не очень адекватно. Несмотря на накал страстей, во вторник в суде так ничего и не решили. Продолжили в среду. И только к вечеру Николая Коханиевского за незаконное применение оружия отправили под круглосуточный домашний арест. И обязали носить электронный браслет. Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот о чем я поговорю с вами далее. Тише едешь, живее будешь. Снизит ли смертность на дорогах ужесточение правил дорожного движения? Есть ли жизнь без транша? Кто пугает Киев прекращением сотрудничества с МВФ? И как Украина перезимует без валютных вливаний? Блокадники 21 века. Кто превратил украинские психдиспансеры в концлагеря? И как можно остановить этот нечеловеческий эксперимент над больными? Декларация и народ все стерпят? Ляшко списал сотни тысяч на выигрыши в лотерею. Что еще придумывают толстосумы от власти, пытаясь оправдать свои сверхдоходы? Ильми Умеров и Яхтем Чайгос сегодня прибыли в Киев из Анкары. В аэропорту Борисполих встретил действующий глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также Мустафа Джемилев, родные и друзья. Напомню, в минувшую среду Умерова и Чайгоса российские власти выдали Турции. Посредником при их освобождении выступил президент этой страны Реджеп Ардаган. Договориться о таком содействии удалось во время переговоров между президентами Украины и Турции в Нью-Йорке и Киеве. Мустафа Джемилев заявил даже, что Эрдоган может посодействовать освобождению других политзаключенных в России. Из аэропорта Умеров и Чайгос отправились на встречу с Петром Порошенко. Президент Украины вручил Умерову и Чайгосу ордена за заслуги. И Ельмие Ахтем готовы были пойти на Ашафот. И под час телефонной разговоры Ахтем мне сказал, что он был уверен, что его везут в вязницу на 8 лет. В Сибирь. В Сибирь. И он готов был принять этот испыт, потому что верил и верит вместе с всеми нами в то, что Крым будет освобожден и вернуться к Украине. В нашей разговоре мы сказали, что это еще не свобода. Это просто этап освобождения. Потому что настоящей свободой и для Ахтема, и для Ельми, и для Мустафея, и для Рифата, и для всех нас, и для украинского, и для кримско-татарского народа, настоящая свобода была тогда, когда Крым будет освобожден. Вот тогда будет свобода. Сегодня в Украине вспоминают жертв большого террора 1937 года. 80 лет назад началась одна из самых циничных волн сталинских репрессий. В карельском урочище Сандармох расстреляли тысячи человек. В том числе и представителей украинской интеллигенции. Поэта Николая Зерова, основателя знаменитого театра Березиль Леся Курбаса, драматурга Николая Кулеша, историка Сергея Грушевского, братьев Крушельницких. Расстрелы продолжались несколько дней, закончились к 4 ноября. Всего же в Сандармохе погибли около 300 украинцев. Эти казни большевики приурочили тогда к 20-й годовщине Октябрьской революции. Умерла еще одна пострадавшая в жутком ДТП в Харькове. 24-летняя Диана Берченко. Больше недели за ее жизнь боролись врачи, но у девушки были многочисленные переломы, разрыв легкого, тяжелая черепно-мозговая травма. Она даже не приходила в сознание. Сестра Дианы, Оксана Евтеева, до сих пор в тяжелом состоянии. Во время аварии погиб ее муж. Состояние еще одной пострадавшей беременной Жанны Власенко остается очень тяжелым. На ее лечение приходится собирать деньги в соцсетях. Виновница ДТП, 20-летняя Елена Зайцева, находится в СИЗО. Ее адвокаты даже не стали оспаривать меру пресечения. Два месяца под стражей без права на залог. Впрочем, если сразу после аварии, по свидетельству полицейских, Зайцева полностью признавала свою вину, мол, надеялась проскочить, то теперь ее адвокаты и вовсе обвиняют в трагедии водителя Volkswagen Touareg, Геннадия Дронова. Кстати, его взяли под охрану в Харьковской больнице. Процессуальный статус Дронова – свидетель. Его адвокат утверждает, что бежать Дронов никуда не собирается, а полицейскую охрану расценивает как давление. Вот заметьте, всякий раз, когда в Украине случается резонансное ДТП, вся страна уделяет трагедии максимальное внимание. Часто обсуждение выходит на высокий политический уровень. Но потом, потом не просто все повторяется. Происходят даже откровенно дикие истории. Вот, например, в том же Харькове за вождение в нетрезвом состоянии задержали человека, который уже сбил насмерть шестерых. в мае 2008 года он выехал на трамвайную остановку и тоже тогда был пьян. Сейчас же без прав и снова за рулем. Почему на украинских дорогах вольница для таких убийц? Ответ искал Алексей Пшемысский. Харьков, 2008. Внедорожник на скорости больше 100 км в час влетел в остановку. От удара части машины разлетелись на десятки метров. Шестеро погибших, среди которых дети. За рулем местный предприниматель Андрей Полтовец. Пьяный. Суд дал виновнику 10 лет. Но через семь с половиной он вышел досрочно. За хорошее поведение. И сел за руль. Снова пьяным. А ваша водитель скажет? Нет. Вообще нет? Нет. Его автомобиль вилял и постоянно пересекал разметку. К счастью, на этот раз в Полтовцу повстречался полицейский автомобиль. Очередную трагедию удалось предотвратить. Пройти тест на алкоголь нарушитель отказался. Но заверил, не пил ничего. В этот день не употреблял. Но это не значит, что я не был пьяным. То есть на предыдущий день где-то принял 300-350 грамм. А есть особенность организма, что выветривается 15-20 часов. За очередную пьяную езду Полтовец пока отделался штрафом 10 тысяч гривен. Но еще ему может грозить год тюрьмы. По закону он не имел права садиться за руль еще три года. А вот к судье из Закарпатья Виктору Омаровичу. Фемида была куда более благосклонна. В 14-м году на трассе Киевчоп он выехал на джипе навстречку и протаранил «Жигули». Водитель лиховушки погиб. Судья был под градусом. Но вместо приговора судья получил продвижение по службе. Пока в Мукачевском суде уже третий год рассматривают его дело, Виктор Омарович стал главой Переченского суда. Неподалеку. Убийство. Вершению правосудия не помеха. А вот Киев. Январь прошлого года джип влетел в людей на тротуаре. Погибла женщина. За рулем 20-летний Станислав Толсташеев. Сын донецкого бизнесмена. Судебный процесс длился год. Убийцу признали невменяемым. Якобы в момент ДТП у него произошел эпилептический припадок. О болезни он страдал еще с детства. Впрочем, это не мешало Мажору публиковать в соцсетях десятки фото с вечеринок, с алкоголем и писать о наркотиках. Дело закрыто. Болезни и смягчающие обстоятельства. Основной способ избежать ответственности за страшные ДТП, говорит адвокат. Насколько строгие не были бы законы. Наказание предусмотрено у нас, я считаю, хорошее, нормальное, строгое наказание. Но в связи с тем, что по нашему законодательству можно уйти от этого наказания или же условно, или же условно досрочно. Человек совершил ДТП через 3 месяца или 5 месяцев, неважно, суд. И он может сразу освободиться. Но все же, насколько строга украинская фемида в отношении нарушителей правил дорожного движения? Столица Бельгии – Брюссель. В густонаселенном городе увидеть ДТП – большая редкость. Здесь не слышали о судебных процессах, длящихся годами. Нарушил – сразу штраф. Гастон работает здесь таксистом уже 20 лет. 120 евро, если вы не надели ремень безопасности. Например, вот напротив есть светофор, на нем камера маленькая. Она снимает, когда вы едете, а потом по почте вам приходит штраф. Вот, например, часть дороги, где можно ехать только такси и автобусом. За въезд сюда штраф 50 евро. Если бы такие штрафы получали украинские водители, каждый раз выезжая на полосу общественного транспорта, дороги у нас можно было бы проложить явно не хуже, чем в Бельгии. Самые дорогие штрафы в Европе – за езду пьяным и превышение скорости. Скорость – один из главных факторов, который приводит к смерти на дороге. В некоторых странах, таких как Швеция, штрафы за превышение скорости зависят от дохода водителя. Чем больше вы зарабатываете, тем больше вам придется заплатить. Порой даже собственной свободой. В Испании, даже если водитель не совершил ДТП, но превысил скорость в два раза, например, ехал больше сотни при знаке в 50 км в час, ему грозит тюремный срок – до одного года. И справку от врача здесь купишь вряд ли. Полиция на дорогах, камеры, людям нужно дать знать, что если они не пристегивают ремень, превышают скорость и садятся за руль выпившие, то их обязательно поймают. Это поможет в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной стране нужно образование, отличные дороги и качественные автомобили, а также хорошие спасательные службы. Лояльные законы вовсе не слепая Фемида и отсутствие камер. Итог – 5000 человек в Украине ежегодно погибают в авариях. В шесть раз больше, чем в Европе. Ответственности нет. Ответственности нет. У нас жизнь человека стоит вообще ничего не стоит. Именно видеофиксация нарушений и автоматические штрафы могли бы частично улучшить безопасность наших дорог, уверен эксперт. Ведь сейчас камер нет нигде, ровно как и радаров у полиции. По всей стране гони сколько хочешь – никто не докажет. Но главное – культура вождения. Ведь превышать ли скорость и садиться пьяным в такси или за руль – каждый решает сам. Алексей Пшимыский, Елена Абрамович, Марина Коваль, Светлана Шекера. Подробности недели – телеканал «Интер». Ну, а политики опять обещают, что теперь-то уж точно что-то сделают, чтобы ситуация на дорогах изменилась. Сначала предложили снизить разрешенную скорость движения в населенных пунктах. Затем заговорили о повышении штрафов и усилении ответственности. Потом пообещали даже целое заседание Кабмина посвятить этой проблеме. Не получится лишь так, что и на этот раз поговорят, поговорят да и забудут. И можно ли вообще как-то повлиять на ситуацию только ужесточением ответственности? Поговорим об этом с Владимиром Эмеляном, министром инфраструктуры Украины. Он как раз за дороги в Украине у нас и отвечает. Да, Владимир? Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Не побоялись отвечать на наши вопросы. Вот смотрите, с чего начал, да, уже. Как у нас всегда происходит, к сожалению, в Украине. Жуткая трагедия происходит на дорогах. Общественность возмущается. Чем громче возмущается общественность, тем активнее политики и чиновники обещают принять, осознать и извлечь уроки. Проходит время, уроки не извлекаются и все забывается. В этот раз есть надежда, что решения какие-то будут? Знаете, это была на самом деле типовая политическая рефлексия на жахливую трагедию, которая произошла в Харкове. Мы рефлексиями не занимаемся, мы занимаемся системной работой. Вперше за 25 лет мы разработали абсолютно действующий комплекс заходов, взявшись за базу европейский досвид. С 1 сечня 2018 года у нас запрацует дорожный фонд. 5% из него обеспечено на финансирование заходов по попереджению будь-яких автомобильных аварий или увеличению дорожной безопасности в Украине. Мы предпочитаем, что это будет около 1,5 миллиарда гривен на 2018 год, плюс за счет европейской секторальной допомоги еще удалось выделить 400 миллионов гривен. Отже, около 2 миллиардов. На что они пойдут? Хотелось бы понять, как деньги могут влиять на ситуацию с аварийной. На самом деле, это уже было в предыдущем сюжете, когда мы смотрели, как работают в Европе и почему низкая смертность в Европе. Тут не нужно находить велосипед. Я сегодня вернулся тоже из Польши, помню, как ездили поляки еще несколько лет назад, запитался, а в чем причина? Как так раптово изменились люди, все дотримаются 50 км на годину в городе, очень спокойно, вечно. Он говорит, вы знаете, высокие штрафы и автоматическая фиксация. Это то, что работает и в Украине, мы в этом свято переконаны. Но, кроме этого, сколько это больше, сколько касается полиции, мы разработаем несколько других заходов, которые должны обеспечить травматизм и смертность на украинских шляхах. Владимир, скажите, пожалуйста, вот у нас автоматическую фиксацию не запускают уже несколько лет, но все время обещают. То ее выделяют какие-то миллионы и миллионы на закупку, ее устанавливают, ее даже тестируют, украинцев пугают письмами счастья, да, со штрафами, но до сих пор этого не происходит. Почему? Я верю, что этого года мы это сделаем. У нас не было десятилетия дорог. Мы начали их ремонтировать, в частности, в 2016-2018 году и продолжим следующие годы. Тут, возможно, есть такой принцип, что это ждет. Но я уверен, что тысячи смертей украинцев на дорогах не могут ждет. И это моя особенная святость. Я слышал такую версию кулуарную от власти Мусик, что здесь активно очень лобби тех, кто очень любит у нас с правительственными номерами проехаться с ветерком по всей Украине. Я не выключаю, может быть, разная аргументация. Ну и чиновников мелкого уровня в регионах. Тут должна быть публичная позиция. Что так, мы все требуем автоматической фиксации. Потому что это лучше, на самом деле, индикатор того, что все равны перед законом. Камеру, которая автоматически фотографирует, или видео, которое снимает автоматически, не обдуришь. Хорошо. Но, с другой стороны, согласитесь, парадокс. Как если у нас по всей стране не отремонтированы дороги, куда нам вешать эти камеры? Да с дорогами у нас. Когда, в общем-то, ситуация получит остальное? Я знаю, что планы полиции – это около 4000 камер на ближайшее время. Но с дорогами мы уже идем вперед. Если вы вспоминаете, даже, в 2015 году было только около 100 км. В 2016 году – около 1000. В этом году мы планируем около 2000 км до года. Мы планируем значительно больше км ремонтировать на следующие годы. Потому что мы уже с этого года ремонтуем дороги, которые не ремонтировались не только несколько лет, а по 30-40 лет. Мы ремонтуем мосты. Но парадокс. Как только мы ремонтовываем дорогу, буквально день-два – первые трупы. То есть люди видят, что можно на газ, и чудово. Мы показываем, как мы хорошо ездим. Это дорога в никуда. Вот смотрите. Хорошо. Уйдем от поселочных дорог, вернемся к городским. Вы были одним из первых, которые после жуткой трагедии в Харькове предложили вести ограничения в городах 50 км в час. Но, вот поймите. Как это остановит водителей, типа Харьковской вот этой Зайцевой? Есть 170 ограничений им, 150. Они как летали, так и будут летать. На самом деле, они все будут летать очень недолго. И до первого порушения. Если у нас будет автоматическая фиксация, будет однозначная покара за любые порушения, или это серьезно, или это не серьезно. И мы будем понимать, что, на самом деле, это не наша примха 50 км на час. Это серьезный европейский тест, который проводился неодноразово. 50 км на час, не дай бог ДТП, человек остается живой, максимум травмированной. Выше 60 км на час, ну, понятно, что смертность тогда более вероятна. Хорошо, вы говорите о покарании. А какое покарание может быть? Мы бы пропонували... Мешать прав пожизненно? Мы считаем, что за незначные порушения должны быть очень высокие штрафы. Они должны быть увеличены много раз. За алкоголизм или наркотики, за кермом, однозначно, это должно быть тюремное увязнение или избавление прав очень серьезными финансовыми наследиями. Хорошо, но высокие штрафы, вы не думаете о том, что это будет просто очередная кормушка для коррупции, для поборов на дорогах увеличения? Смотрите, объясняю. Вот мы только что показывали сюжет. Ни штрафы не напугали, ни лишение прав, ни тюрьма не напугала человека, который убил 6 человек, он все-таки садится пьяным за руль. Потому что что? Потому что его и выпустили досрочно, и, в общем-то, наверное, где-то он надеется на свои старые связи, новые связи и так далее. Я надеюсь, что это будет последний случай, когда мы сомневаемся, что будет по карам. Я уверен, что это будет показовая вещь, и виноваты сядут в вязнице. И мы, в общем, с этого начнем очищение Украины, и начнем с того, что все дотримаются, с первого права дорожнего рука, потом закону, а потом всех других правил, которые притаманны нормальному сообществу. Я снова вернусь к ремонту дорог. На следующий год денег достаточно на все то, что вы озвучили, которые выделяются в проекте бюджета. Скажем так, меньше, чем мы бы хотели, но достаточно для того, чтобы показать качественные изменения. Мы планировали и хотели иметь 100 миллиардов для того, чтобы восстановить полностью все транспортное сообщество между всеми областными центрами Украины. В подсумку, на наступный год мы получим близко 40 миллиардов гривен. Это будет более-менее нормально для того, чтобы дальше капитальным чином ремонтировать украинские автошляхи. Но важливая особенность из наступного и подальших годов происходит децентрализация Украфтодора. То есть Украфтодор и государство предполагает только за дороги государственного значения 50 тысяч километров. 120 тысяч километров с 1 сентября переходят на баланс областей. И уже, в основном, местные громады имеют полное право требовать, что каждого губернатора, каждого ученика области, человеку тебе дали деньги. Где ты их вытратил? Какая качество дороги? А по вашему опыту, у нас... Вы можете вспомнить хотя бы одного главу Украфтодора областного, районного уровня за последние несколько лет, на котором хотя бы было заведено уголовное дело? Или вы не владеете такой статистикой? Я пишусь новаком и стараюсь работать таким чином, чтобы нынешние керевники не подвели Украину. Я просто знаю по своему опыту. Вот проезжаешь любой населенный пункт в Украине, чем хуже дорога, тем жирнее и богаче будет дом у главы Райавтодора, ну и соответственно главы Облафтодора. Вы знаете, этот риск был и в нас, но я очень счастлив с тем, что в нас не существовали деньги, а строятся дороги. Еще одну больную тему хотел с вами обсудить. Это владельцы машин с евро номерами. Многие водители сейчас сетуют, особенно в столице, на гигантские заторы, на очень низкую культуру вождения у владельцев этих автомобилей. Это можно объяснить, они не рискуют дорогими автомобилями и могут уйти от ответственности, потому что эти машины не зарегистрированы в украинских базах. Как вы к этому относитесь? И не пора ли уже как-то более пристально изучать эту проблему и решать ее? Вы знаете, я выходю из того, что государство должен идти за своими гражданами. То есть, если у нас есть население, которое не может позволить дорогие иномарки, а производства в Украине отсутствуют, то все-таки надо менять податковую базу для того, чтобы эти иномарки становились дешевшими в Украине. Пытание также, насколько действительным есть механизм ввоза и вывезти этих иномарок. Кроме того, что мы видим, на украинских автошляхах это величезные корки на кордонах, потому что люди каждые пять дней должны вернуться назад. Но это вопрос не было политически значимым, лучше, чтобы давали ответы и парламент, и министры взагалом. Ну что ж, позовем, увидим, дадут ли они эти ответы. Спасибо. Владимир Альян, министр инструкции Украины, отвечал на мои вопросы. Мы пока с вами прервемся, но ненадолго, а вот затем обсудим, как это наши политики умудряются выигрывать сотни тысяч гривен в лотерею. Кто счастливчик и будут ли его проверять антикоррупционеры? Ответы через несколько минут. Декларация и народ все стерпят? Ляшко списал сотни тысяч на выигрыши в лотерею. Что еще придумывают толстосумы от власти, пытаясь оправдать свои сверхдоходы? Блокадники 21 века. Кто превратил украинские психдиспансеры в концлагеря? И как можно остановить этот нечеловеческий эксперимент над больными? Новая финансовая эпоха или новые финансовые пирамиды? Какую угрозу таит в себе бум криптовалют? Спасибо, что смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Модное финансовое увлечение, которое может превратиться в очередную финансовую пирамиду. Я говорю о биткоинах. Одни говорят, что хранить сбережения в них надежнее, чем в золоте. И к этим людям прислушались даже уже украинские политики. Криптовалюта появилась даже в их электронных декларациях. Другие пугают, что после этого бума электронных денег аферой мавроди покажутся просто детским лепетом. Даже цыгане сориентировались, продают доверчивым людям куски пластика, утверждая, что это и есть новые модные деньги. Те, кто вложился в биткоины несколько лет назад, успели в разы увеличить свое состояние. Но что ждет тех, кто заинтересовался криптовалютой сейчас? Смотрите далее. Непризнанные виртуальные деньги, за которые покупают вполне признанные реальное благо. В интернет-мире новое массовое увлечение криптовалютам. Самое популярное – биткоины. Вот эти биткоины, они сами по себе деньгами не являются. Они не признаны деньгами. Хоть и не признанный, но при этом биткоин – самая дорогая в мире валюта. Один биткоин стоит почти 150 тысяч гривен или 5 тысяч долларов. Отправьте мне 100 биткоинов и вы получите мой секретный ключ для дешифрования любого жесткого диска. Такое сообщение авторы вируса вымогателя Петя А этим летом отправили миллионам пользователей во время масштабной кибератаки. За разблокирование машин хакеры просили не традиционный миллион баксов, а биткоины. Что же это за виртуальное золото? И как возникла криптовалюта? Люди договорились между собой о том, что некие числа, обладающие некими уникальными свойствами, мы будем считать монетами. И вот числа выбрали таким образом, чтобы их было ограниченное количество. Криптовалюта не подтверждена. Фактически это деньги из воздуха. Как ее производят простому человеку, разобраться довольно сложно. Биткоины выпускают специальный компьютер, так называемая ферма, который с помощью множества алгоритмов находит идеальное число. Это называется майнингом, что в переводе с английского – добыча. Этим летом одну такую ферму в Киеве накрыли работники СБУ. Криптовалюта подрывает любую монополию на выпуск денег. Для того, чтобы мы с вами обменялись криптовалютой, нам достаточно за 2 минуты скачать криптовалюту и сделать транзакцию между собой. Купить за криптовалюты можно практически все – и товары, и услуги. Но только с помощью интернета. Ну что, поехали! Продам трактор за биткоины. Такое объявление недавно появилось на одном из сайтов по продажам Херсонской области. За телехозтехнику просят не много, не мало – 23 виртуальных монеты. Или 70 тысяч евро. Выставляли его в валюте в евро, в гривнах, в долларах. И попробовали еще направление – биткоин. Все ради эксперимента и дополнительной рекламы. Звонки были, интерес был на самом деле. И на сайте писали письма по почте, что это, что это за новинка на рынке, каким образом можно купить. Но реального интереса, к сожалению, еще не было. То есть это только развивается. Вот вы к нам приехали, как бы с интересом тоже. И продают за биткоины не только трактор. В Украине за криптовалюту даже квартиру обменяли. Но не покупками едиными на криптовалюте можно очень неплохо заработать. К примеру, если три года назад один биткоин оценивали в 200 долларов, то сейчас в 5 с половиной тысяч. Виртуальные дельцы зарабатывают, как валютчики, на курсе доллара. Я купую раз в месяц. Юрий Ковцуняк складывает свои реальные деньги в виртуальные уже 4 года. Говорит, знал бы, что биткоин так стремительно вырастет в цене, приобрел бы больше. Поэтому теперь покупают хоть и мало, но регулярно. 100 долларов минимум я купую за кусочек биткоина. А вот кто покупает биткоины не кусочками, а сотнями, так это наши народные депутаты. Криптовалюта на миллионы гривен у них даже в декларациях указана. Среди продвинутых интернет-богачей Александр Урбанский, Дмитрий Голубов и Дмитрий Белоцерковец. А еще Алексей Мушак. Этот нардеп одним из первых внес в свой годовой отчет электронные деньги. Почти полтысячи биткоинов. Это где-то около 2,5 миллионов долларов. Говорит, в криптовалюту поверил, когда это еще не было майнстримом. Покупал за копейки. Аналитик Мушак сделал на этом неплохой бизнес и вел проекты в сфере майнинга. Я никогда не скажу, что биткоин это на 100 лет. И я всегда скажу, что криптовалюта, как вообще новое явление в мире экономики, так оно займет свое место и там есть разные оценки, но скажут, что процентов 10 операций через 15 лет будет так или иначе обслуговываться криптовалютами. Нету на земле человека, который точно может сказать, как это будет в будущем. Смотрите, вот то же самое с любым большим изобретением. Когда изобрели интернет, тоже никто не знал, что всего там через 15 лет мы все будем от него зависеть. Мы только знаем, что мы имеем дело с фантастической по своим возможностям технологией. Но у этой фантастической технологии хватает скептиков во всем мире. Массовое увлечение сравнивают с тюльпановой лихорадкой, грандиозной финансовой аферой планетарного масштаба. В мире биткоин пока официально признали лишь в Японии и Германии. Но нашлись смельчаки и в Украине, которые готовы дать шанс криптовалюте. В парламент внесли законопроекты, в которых предлагают легализировать виртуальные деньги. Ведь сейчас они официально не признаны, хоть и не запрещены. Тем временем в Киеве появились терминалы, где купить биткоин можно практически на улице. Так называемые криптоматы, только в столице уже появилось шайсточек продажи криптовалюты. Деньги будущего или виртуальная афера? Что будет с криптовалютой дальше? Вопросом, на которые пока ответить не может никто. Ясно одно, это виртуальное явление, пусть и на какое-то время стало частью нашей реальной жизни. Любовь Кукла, Богдан Вербицкий, Даниэль Гасаковский и Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. Если будущее биткоинов все еще под вопросом, то вот будущее наших властимущих вопросов не вызывает. Как богатели, так и продолжают богатеть. И плевать на всех хотели. Уже даже не стараются выбрать хоть какой-то респектабельный способ прикрыть свои сомнительные доходы. Вот простой метод. Лотерея. Им воспользовался Олег Лешко. Показал в своей электронной декларации сразу три выигрыша на сумму в полмиллиона гривен. Якобы от украинской национальной лотереи. Потом, правда, после шквала на смешек, изменил свои показания, мол, это не лотерея была, а ставки на футбольных матчах. Думаете, не убедительно? Вот Лешко, похоже, плевать и на реакцию на то, что эти доходы пообещали проверить в национальном агентстве по предотвращению коррупции. Впрочем, лотерея или футбольные ставки – это далеко не самый популярный и смешной способ украинских политиков легализировать свои доходы. Операции по легализации сомнительных доходов анализировала Инна Томина. Молния никогда не бьет в одно место трижды. А вот удача еще как. Трижды сорвать куш в лотерею удалось нардепу Олегу Лешко. На этой неделе он задекларировал выигрышей в лотерею на полмиллиона гривен. Сперва радикалу фортуна улыбнулась на 280 тысяч, а потом удачу уже было не остановить 153 и 134 тысячи подряд. Сначала была информация, что Лешко выиграл в национальную лотерею. Затем везучий депутат признался – делал ставки на футбольные матчи. Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на шахтер, за который болею ставил на Ливерпуль. Выиграл – заплатил налоги. Так и и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Расситой я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов. При этом депутат никаких квитанций о ставках никому не показал. Все анонимно. Секретность подтвердили и в национальных лотереях. А соцсети буквально взорвались от удивления. Люди диву даются, почему депутатам везет больше, чем простым украинцам. Если уж повезло родиться под счастливой звездой, то хоть ногу в батарею закладывай. Все равно батарея лопнет. Новости конспирологии. В Верховной Раде хранится секрет выигрышей в лотерею, о котором рассказывают депутатам сразу после присяги. Жду уже, когда Лешко найдет клад. Как в бриллиантовой руке от создателей 10 способов легализовать доходы. По моему мнению, Лешко легализировал сейчас первую сумму полмиллиона гривен. Попробовал, как отнесется к этому общество. Но я думаю, больше всего Лешко сейчас интересует, как отнесутся к этим документам непосредственно правоохранительные органы. Антикоррупционное бюро и агентство по противодействию коррупции. В НАПК уже обещали начать проверку, но Олег Лешко не единственный удачливый политик в Раде. В мае этого года Павел Кишкар сорвал джекпот, отчитался о выигрыше в миллион двести тысяч гривен. А все потому, что депутат разбирается в мат-анализе. Когда у тебя есть деньги и ты не можешь объяснить, не можешь дать законных документов, официальных подтверждения легальности их походжения, то в таком случае придумываются схемы, каким бы образом это легализовать. Гральный, лотерейный бизнес на самом деле очень часто используется именно для отмывания денег. Безусловно, выиграть в лотерею может каждый и народный депутат не исключение. Но тройное везение все-таки явление уникальное. Подобных случаев очень много в Америке и в Европе. И это неодноразово, когда политики случайно что-то выиграют. Почему не могут наши иноземные правоохранительные коллеги с этим бороться? Потому что квиток, который выиграется, он анонимный. Но пока легализация дохода через лотерею для Украины относительно новая схема. Зато у нас успешно работают другие варианты, отработанные годами. В первую очередь приховывают активы за кордоном, за допомогой разных трастовых фондов, в таких юрисдикциях, где это не возможно выявить. После введения и декларирования стало очень заметно, что у властимущих, на удивление, много богатых и, главное, щедрых друзей, готовых одолжить миллионы без процентов. Яркий пример – скандал с депутатом-фронтовиком Евгением Дейдеем. На скромную депутатскую зарплату он смог приобрести имущество на 6 миллионов. И машины, и квартиры. Молодой слуга народа все объяснил просто. Одолжил. Цветки взялись, а кожи. Давайте не будем сейчас тут политическое блядство разводить, Юрий Витальевич. Генпрокуратура не поверила, а вот коллеги в парламенте – да, и оставили Дейдея неприкосновенным. Но вот после его дела схема с займом потеряла былую популярность. Зато по-прежнему в тренде иметь успешных и обеспеченных родственников. Ну, давайте я вам наведу пример по Розенблату. Нашумевшее имя. Значит, он стал народным депутатом. И у него в декларации есть несколько десятков зарегистрированных фирм. Эти фирмы официально зарегистрированы все на его жену. Не стоит забывать, да, что как-то подозрительно, во-первых, что его бизнес начал зарабатывать на бюджетных деньгах именно тогда, когда он стал депутатом. Но если все свое добро не удастся расписать на родственников и друзей, то о нем можно просто забыть и не вписать в декларацию. А вдруг не проверят. Но самые дальновидные государственные мужи все же считают иначе. Уж лучше один раз шокировать общественность и спать спокойно. Вот поэтому миллионы налички избранники все-таки засветили. Те, кто были понимающие, они четко понимали, что подача первой декларации, это, по сути, ну, де-факто и де-юра, по сути, это была нулевая декларация. И те, кто это понимают, они были зацикавлены максимально все показать, все свое майно, власность, кошти, наличку. И чтобы это продемонстрировать, чтобы потом написать, где они это взялись. Посмотрим, чем еще нас удивят депутаты. Ведь уже скоро они должны будут снова отчитаться о своих доходах за этот год. Инна Томина, Андрей Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер. Что же можно представить себе, с каким рвением вот такие депутаты возьмутся теперь за создание новой службы финансовых расследований? Соответствующий законопроект подготовил Кабмин и уже отправил в профильный парламентский комитет. В правительстве рассчитывают на принятие законопроекта уже в ноябре, а значит и на полноценную работу новой службы уже со следующего года. Любопытно, что в Кабмине не собираются даже настаивать на том, чтобы депутаты проголосовали именно за правительственный законопроект. Мол, если подготовят свой, то нужно принимать и его, чье авторство значения не имеет. Служба финрасследования должна заменить в Украине налоговую милицию. Это ведомство было создано еще в середине 90-х годов, пережило две революции и нескольких президентов, но голосование за госбюджет в декабре прошлого года поставило точку в истории налоговой милиции. Депутаты случайно ее ликвидировали, а вот замену только предстоит создать. Впрочем, и в налоговой милиции сдаваться не намерены. Как раз на этой неделе отчитались, что государству очень нужны. Только за 9 месяцев нынешнего года вернули в бюджет почти 3 миллиарда гривен. Половину по результатам расследований уголовных производств. Но ощущение такое, что недолго еще налоговой милиции отчитываться. Этот орган вместе с другими силовыми ведомствами так дурно прославился давлением на бизнес, что выживать дальше вряд ли сможет. И новую службу финрасследования все-таки создадут. Нещодавно была встреча с бизнес-ассоциацией, которую проводил президент. Был присутствующий на ней генеральный прокурор, я как премьер-министр. Мы приняли ряд важливых решений. Первая инициатива, которую я внес, маски шоу-стоп. Я наводил статистику про обшуки абсолютно безподставные, я вважаю. Они заходят в помешкание предприятия, на предприятия к предприятиям, проводят обшуки, а вот что-то найдут, чтобы потом против него еще глубже порушить криминальную справу. Для нас важно, чтобы закон был принят, и эпидемия тиска на бизнес была остановлена. Это принципово важливым, и хочу просто сказать абсолютно всем. Это будет фокус, на котором мы будем осуществлять свою увагу. Ну, в жодном разе. По-перше, принциповым моментом є прибрати, ліквідувати податковую міліцію, как ви знаете, вона и сейчас есть по закону, по-за межам закону. Еї треба прибрати з Державної фискальної службы. Бо без цього перетворити Державну фискальну службу у сервісную службу неможливо. Когда есть Дубинка в руках, про сервис никто не думает. Поэтому, особенно когда Дубинка, Калашников, тут вообще про сервис никто не думает. Поэтому, конечно, это принциповым вопросом, поэтому точно такая модель не рассматривается. А в урядовом законопроекті, в принципе, где будет находиться эта служба, это чётко не визначено, это будет решением уряда. Досвід других стран говорит о том, что в большинстве стран таки органы находятся в сфере координации Министерства финансов. И это понятно, потому что Министерство финансов занимается, в принципе, тематикой финансов. И поэтому, конечно, финансовые злочини должны быть в координации Министра финансов. Это логично, и это відповідає логике державного управління в нашій країні, а також міжнародному досвіду. Ну, посмотрим, посмотрим, отдадуть ли вам такой лакомий кусок. Ещё один вопрос для вас, уже традиционный, наверное, о сотрудничестве с МВФ. Всю неделю в украинских медиа обсуждают переговоры с МВФ, вернее, их провал. Некоторые эксперты, политики даже радуются этому. Говорят, что если Украине не дадут новый транс, что это хорошо, значит, не придётся выполнять кабальные условия фонда. Что вы можете ответить на вот такие заявления? Украина действительно уже может обойтись без сотрудничества с фондом. Мы ещё не на той стадии, чтобы говорить, что сейчас мы можем дальше двигаться самим. Тобто, нужно продолжать шлях реформ. И это вне зависимости от МВФ. Нам это нужно. Это нужно нашим гражданам, чтобы у нас был рынок газа, чтобы цены уменьшились, чтобы была больше конкуренция. Чтобы у нас была эффективная система охраны здоровья, пенсионная система. Возвивался бизнес-климат. То есть у нас есть над чем зараз працювать. И на этом этапе нам также нужно МВФ, а также залучение новых инвестиций. Потому что мы сейчас створили новые рынки. Мы створили новые возможности для развития бизнеса. И для инвесторов в сотрудничестве с МВФ есть ключевым сигналом, что Украина на правильном шляхе. Поэтому это выигрышная ситуация для всех. И поэтому мы серьезно ставимся на наших отношениях с МВФ. И я уверен, что мы будем активно дальше просуваться конструктивно по этой программе. И успешно завершим ее в 2019 году, как планировалось. Ну что ж, посмотрим, как дальше будет развиваться сотрудничество с фондом. Министр финансов Украины Александр Данилюк отвечал на мои вопросы. Кстати, в Нацбанке уже не рассчитывают получить очередной транш от фонда до конца этого года. Хотя еще недавно заявляли, что деньги от МВФ ждут до конца декабря. Новый прогноз от Нацбанка уже первый квартал 2018. Пришлось НБУ ухудшить также прогноз по валютным резервам Украины на конец этого года. С 20 до 18,5 миллиардов долларов. Срочно разыскиваются. Водители, слесари, каменщики, пекари, продавцы. В Украине сейчас остро не хватает рабочих рук. Вакансий миллион. А вот желающих трудиться не так уж много. Никто не хочет идти работать за копейки. Ведь за границей люди таких профессий получают существенно больше. К примеру, в Британии хорошие строители зарабатывают как депутаты парламента. И в Европе охотно берут на работу наших соотечественников. А вот что ждет Украину? Ведь уже сейчас в наших пекарнях, ЖЭКах, автопарках работать попросту некому. Тему трудового дефицита продолжит Павлина Василенко. Работа Татьяны одна из самых востребованных. Вот только очередь на вакансию не стоит. В этом ЖЭКе никак не могут найти дворника. Поэтому Татьяне приходится работать за троих. Тяжелый труд, конечно, как для женщины. Я вот лично работаю на двух участках. И, естественно, люди разбегаются, потому что зарплата небольшая. 3200 ставка – это очень мало для дворника. Если бы было больше зарплаты, люди бы снова бы ехали и работали. Слесарь-сантехник тоже в дефиците. Молодежь не идет. И работа тяжелая, и зарплата в среднем 6000 гривен непривлекательна. Поэтому гайки крутит старая гвардия. Людей у нас мало, а объемы работы увеличились. И мы ходим, как прокаженные, с них падаем. Приходим домой, ничего не хочется. У нас на каждого выходит по 6-7 домов обслуживания. Это больше тысячи квартир. Если раньше дворникам давали служебное жилье, то сейчас нет. А рабочих же кричит и по Киеву, и по области, и даже за ее пределами. Киевы не хотят идти на эту работу. Идем на компромисс у людей, кто сможет как работать. Чи периодами. Я же говорю, в зимовый период в селе меньше работы. То приезжайте хоть на какие-то часы. Они тоже расклеивают объявления и активно ищут водителей. В этом Черновицком АТП простаивает 10 автобусов. Ведь водители уволились и уехали в Польшу. Там зарплата около 1000 евро. Не в пример украинским 4-8 тысячам гривен. Фирмы приезжают из Польши, отбирают водителей, даже к нам и на Украину. Отбирают себе водителей, да, и забирают их туда работать. Им открывают визу, в принципе, на полгода, рабочую визу. Они, когда заканчивается виза, мы их принимаем снова на работу, пока им открывается новая виза, и они снова уезжают. Новых сотрудников приходит мало, но все же есть те, кто хочет остаться. Водители, дворники, повара, продавцы и сантехники. В Украине острый дефицит рабочих рук. И главных причин две – низкие зарплаты и непрестижность профессии. У нас в стране один из самых высоких показателей людей с высшим образованием – 82%. Но столько дипломированных специалистов рынку попросту не нужно. У нас сейчас есть такое ощущение, что есть хорошие вакансии первого сорта. Это юристы, экономисты, маркетологи. А есть другие сорта – продавцы, официанты, слюсари, дворники и всякие таки и другие. Хотя, на самом деле, в Европе, например, такого расшарования нет. Петр приехал в Лондон 17 лет назад, когда в Польше была похожа на украинскую ситуацию. Первые 4 года работал сам, потом набрал команду строителей. Сейчас предлагает полный спектр услуг – от дизайна помещения до воплощения идеи. Работа очень прибыльная. Его зарплата намного выше средней по стране. Зарабатывает почти столько же, как и депутаты британского парламента. У них зарплата – 4300 фунтов в месяц. Может позволить себе отдых в любой стране мира. Профессия хоть и не особо престижная, но денежная. Люди, работающие руками, в Британии очень ценятся. Люди в Лондоне и Англии в целом очень богатые. Они любят тратить деньги, они любят классные вещи. Часто делают ремонты, поэтому им нужны мы – строители. В данный момент мы забронированы вплоть до Нового года. Хороший строитель может здесь зарабатывать от 2 до 4 тысяч фунтов в месяц. Это очень много. Пока основным направлением, куда уезжают украинцы, остается Польша. Но вскоре, говорят эксперты, вектор может измениться. В Германии и Нидерландах уже подсчитали, что через 8 лет у них будет 5 миллионов вакансий. Через несколько лет нам нужно понимать, что у нас сейчас 15,9 миллионов вакансий у соседей – это для нас такая немного большая цифра. Наши нынешние работодавцы остаются без своих сотрудников, або они не смогут их поддерживать, або будут очень бороться. Дефицит рабочих рук в Украине уже стал для Одесситы Александра золотой акцией. Строитель по образованию, центр занятости направил его учиться на электрогазосварщика. Полгода учебы и Александр открыл свое дело. Нормальных сварщиков очень мало. Но если сварщик нормальный, то минимум 10 тысяч в месяц у него получается. Работы хватает, заработка тоже хватает. В принципе, ехать куда-то за границу, думаю, не имеет смысла. Под его началом работает 5 человек. На площадке сухой закон. Непьющие специалисты – конкурентное преимущество. Много строителей, которые злоупотребляют алкоголем. Поэтому я и стараюсь на первых порах беру показ училища, потому что пока они проходят практику, я к ним присматриваюсь и уже знаю. Ответственный, неответственный человек. Будет он работать, не будет он работать. Но пример Александра сейчас скорее исключение. И пока дефицит рабочих профессий в Украине будет расти. Ведь для трудовой миграции мы страна непривлекательная. А на наших рабочих в Европе запрос очень высокий. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Ольга Паломарюк, Светлана Чернецкая. Подробности недели. Телеканал Интер. Блокадные нормы хлеба, нищета и изоляция. Так живет отечественная психиатрия. Ведь если проблемы не видно, значит ее как бы нет. При этом тысячи психически больных людей живут в ужасных условиях. Иногда подвергаясь пыткам и очень часто впроголодь. Ведь еще 4 года назад для пациентов Минздрав сократил нормы хлеба. Наша Инна Белецкая заглянула в места, куда не пускают так просто. Она побывала во многих украинских психдиспансерах. Посмотрите ее материал об изолированной безысходности. Их прячут от нас за высокими заборами. Неуравновешенные, опасные, несчастные и брошенные. Накаченные лекарствами, голодные, в оборванной одежде, без шанса что-то изменить. Здесь много таких детдомовских, брошенных и никому не нужных, без паспортов и без родственников. Это психиатрическая больница в Яблуновке. Старая, в конце 50-х, перестроенная из военных казарм. Гостей тут не ждали. В срочном порядке набрасывают на кровати белые простыни. Просим показать, как все обстоит на самом деле. Признаются, покупают по 30 новых матрасов в год, а в постелях даже не мечтают. Хвастаются старинными немецкими кроватями. Их поровну распределили по отделениям. В каждом опрятные палаты сменяются на другие. В них матрацы и соломы, воздух тяжелые спорты. Здесь лежат самые тяжелые пациенты. Им необходим специальный уход. На него нет денег. Просим показать, как изолируют буйных. Говорят, действуют по нормам. Привязывают кровати простынями. Это мягкая фиксация. Вот эти, видите, вот эти кинемы. Тут внизу фиксуются. И тут через грудь. А лише простынями? Да, только простынями. Ну, может, там, если уже так разобраться, мать десь рубашка будет. Права люди не имеют. Все мают равные права. А до того какие-то ремени застосовывали? Да, да, да. Ну, у нас не было только этих ременей. У нас были эти смирительные рубашки, ремни. У нас их простынями фиксовали, как и тогда, так и сейчас. Проверить, так ли это мы не можем, верим на слово. Идем на кухню. Там заканчивает готовить ужин. О, смотрите, каша рисунок. Каша. Густа каша, видите. Ну, такая не дуже. Ну, такая, какая есть. Солом, молочная. Эта психиатрическая больница – одна из лучших в Украине по питанию. Целых 18 гривен на пациента в день. Настоящая роскошь. К тому же здесь еще и свое подсобное хозяйство. А это психиатрическая больница в Остроге. На кухне, кроме овощей и макарон, нет ровным счетом ничего. В холодильнике находим масло. Те, кто сидит, девчатку кукурузу положили для хвора. У нас не мало. У нас ничего не мало. На завтрак у этих больных был суп. Овсяный. На обед будет тоже суп. Кукурузный. На 8 гривен в день. То это надо прокормить. Зато здесь есть собственная пекарня. Но хлеба все равно дают мало. В коридорах пациенты тихонько жалуются, что очень хочется есть. Но врачи уверяют, постоянное чувство голода – особенность психиатрических заболеваний. Того, что пациенты действительно голодны, не скрывают в Волинской психбольнице в Лепинах. Пациенты с аппетитом едят жиденький суп, сжимая в руках главное лакомство – хлеб. Выдают нашим пациентам сейчас хлеб, соответственно, до Конституции. Если повышенное телообудование, то в целом 150 грамм. Раньше было почти буханка хлеба на целый день. А сейчас получается 200 грамм на целый день. Эти нормы утвердили в 2013-м, оптимизируя питание в медучреждениях. Приказ Минздрава более чем вдвое урезал норму хлеба. Мол, питание необходимо сбалансированное. Меньше хлеба, больше белков. Вот только предусмотренные говядина, яйцо и молоко не появились. Сливочное масло только для атошников. Целых 5 граммов в день. Я вот особисто ношу там кожную смену. Да весь персонал, купляю слепый нос. После визита в психиатрические больницы, столовые, в интернатах напоминают санаторные. Борщ, хлеб с мальцем, рис, котлеты, винегрет. Это обед в Криворожском психоневрологическом интернате. Питание у нас хорошее, 65 гривен сейчас на одно подопечного. В том числе вечером даже даем каждому подопечному по глазу ровно секунду. Я считаю, что это нормально. В таких учреждениях финансирование не только бюджетно. Интернаты забирают 75% пенсии подопечных. Работники секретариата, уполномоченного по правам человека, ежегодно мониторят состояние местной свободы. Типовые порушения полягают, прежде всего, в неповажном ставлении персонала до людей с психическими разводами. В психоневрологических интернатах, хоть и хватает хлеба, права пациентов регулярно нарушаются. После отчета омбудсмена директора Криворожского психоневрологического интерната даже грозились уволить. Но он и ныне на работе. Хотя тут больных заставляли работать в домах персонала, а пациентов держали под замком. Персонал просто не має іншого выхода, як людину зачиняти в приміщеннях, які чомусь називаються ізоляторами, медичними ізоляторами. Насправді це приміщення, де крім бетонної підлоги і град на вікнах і металевих дверей немає нічого. Дуже часто ці люди просто навіть не мають елементарної можливості справити свої природні потреби, чи отримати питну воду. Часто пациенты ограничені в передвиженні, вони годами можуть не виходити на свіжий воздух. Прогулочні площадки ми нашли во всіх больницах, де побували, але ні на одній із них не застали больних. Такі учріждення зачастую розположені подальше від людських глаз, в сілах. І роботують здесь обычні сільські жителі, а не висококвалифіцірованні спеціалісты. Справляються з підопічними як можуть. Використовують для фіксації людей в збудженому стані, наприклад, галстуки, парашютні стропи, будь-які ремені, будь-які засоби. Людина кладеться просто на металеву сітку і фіксується, знаходиться без нагляду медичного персоналу. І це може тривати впродовж доби. На сьогодні я можу констатувати, що всі установи, де перебувають особи з психічним розладом, на відмінну виконують тільки одну функцію – ізоляцію таких людей від суспільства. Прижати, однак, другой койки, не успіваючі просохнуть матраси і уставші санітарі з мізерною зарплатою. Скудна пища і мінімум лікарств, які зачастую усміряють, а не лечат. Психіатрія завжди була десь на задвірках медицини. І в бувші, радянські часи. На затворках она остається і сьогодні. Вот тільки хлеба і чоловічності стало менше. Інна Белецька, Николай Василюк, Любовь Кукла, Елена Миндалюк. Подробності недели – телеканал «Интер». Снова в Києві Курт Уолкер, спецпредставитель госдепа США по Україні. Це вже п'ятый за полгода визит Уолкера в нашу країну. Тема все та же – війна на Донбассі. І головний вопрос – удастся ли убедити Москву согласиться на розміщення миротворців ООН на всій території охваченной войною. Уолкер уже провел встречу со спікером Верховной Рады. На этих переговорах Андрей Порубий рассказал о рості числа обстрілів на фронте. Несмотря на все договоренности і попытки международного сообщества повлиять на Россію і боєвіков, те й дня не дають для передышки. Ну а в эти минуты проходит встреча Курта Уолкера с президентом України Петром Порошенко. На переговорах присутствует также міністр іностранних дел України Павел Климкин. Ну а после переговоров в Киеве Уолкер планирует встретиться с Владиславом Сурковым, помощником президента России. На фронте же ситуация все хуже. Эскалація неизбежна. Такой прогноз сделал замглавы специальной мониторинговой миссії ОБСЕ в Україні Александр Хук. По его словам, стороны не отвели силы от линии соприкосновения. Только на прошлой неделе миссия зафиксировала больше трех тысяч нарушений. И действительно, на фронте уже вторую неделю обострения. Боевики не прекращают стрелять. Применяют запрещенное договоренностями оружие. Активизировались снайперы. Этот вторник стал черным. Погибли сразу четверо наших бойцов. Что происходит на Донбассе? Материал с фронта нашего военного корреспондента Руслана Смещука. Четверо погибших, более десятка раненых. Приморское направление. Самая горячая точка в АТО. Тут всю неделю боевики активно стреляли из запрещенных минометов. Прилетов было точно. Сюда пришли и туда, к нам на базу. Точки напряжения традиционные. Марьинка, Красногоровка, район оккупированного Докучаевска и Широкинский плацдарм. Там боевые действия не прекращаются даже днем. Хотя обычно в светлое время суток боевики стараются не стрелять, чтобы наблюдатели ОБСЕ не видели. Вот, возможно, в приходе 120-х мин по Широкину слышна стрельба из стрелкового оружия. Ну, такое практически си дня, особенно к вечеру. Крупный калибр. 12,7. Работает утес. Военным часто приходилось открывать ответный огонь на поражение. Один из погибших украинских военных был убит снайпером возле Марьинки. Последнее время боевики стали активнее использовать тихих убийц. Счет снайперов, скажу, активность есть, и она и будет. Я даже могу сказать с гордостью, потому что они боятся. И здесь больше снайперов, чем стрелков и всего остального. А это уже напрочь разбитый войной поселок Пески возле Донецкого аэропорта. Тут впервые за долгое время завязался напряженный дневной бой. Боевики под прикрытием бронетехники и минометов несколько часов атаковали украинские оппозиции. Возможно, в отместку. Армейцы уничтожили несколько огневых точек вместе с вражескими пехотинцами. Было несколько ситуаций, когда противник, например, полдня задал бы волна из одного своего дота. Калибр 14,5, 12,7. Гранатометы начинали. Дали ответку. В один дот рикошетом попало, зажгло бревно, он за ночь сгорел. А на Луганском направлении, неподалеку от Попасной, впервые за долгое время противник использовал Грады, выпустив по нашим позициям два десятка ракет. Муслан Смещук, Вадим Реву и Евгений Малярчук. Подробности недели в телеканал Интер. И новость, которой, казалось, уже не будет. Каталония все-таки решилась провозгласить независимость от Испании. После тайного голосования парламент автономии объявил о выходе из состава королевства. За проголосовали 70 депутатов, против только 10, двое воздержались. Всего в региональном парламенте Каталонии 135 депутатов. Остальные оппозиционеры бойкотировали голосование и покинули здание парламента, возле которого собрались тысячи сторонников независимости. Сразу же последовал ответ Мадрида. Сенат Испании решил приостановить автономию Каталонии, воспользовавшись 155-й статьей Конституции страны. Таким образом, Мадрид рассчитывает ввести в регионе прямое управление, а правительство Каталонии во главе с мятежным Карлисом Пучдемоном отправить в отставку. Испанские сенаторы также постановили в течение ближайших шести месяцев избрать новый каталонский парламент. Испанский премьер уже пообещал обжаловать решение каталонцев в Конституционном суде. Ну а в Каталонии тем временем уже начали снимать испанские государственные флаги. В Евросоюзе уже заявили никаких переговоров с каталонцами, только с Мадридом. В США тоже независимость не признают, поддерживают в этом вопросе Испанию. А такой же позиции заявил и украинский МИД. Ну а масштабный сексуальный скандал в США уже распространился из Голливуда в Вашингтон. Оправдываться пришлось даже политикам. Это подробности недели. Продолжим после рекламы. Я приветствую самых стойких зрителей подробностей недели. Мы снова в прямом эфире. В Соединенных Штатах как снежный ком растет сексуальный скандал. Уже несколько недель к ряду там в топ новостях бесславная история всемирно известного продюсера Харви Вайнштейна. Десятки звезд нарушили голливудский заговор молчания и заявляют, они стали жертвами домоганий Вайнштейна. Дошло до того, что и семейная жизнь, и карьера продюсера просто рухнули. Но дальше больше. Обвинения в сексуальных домогательствах посыпались и на других известных мужчин. Оправдываться приходится даже политикам. О грязном скандале общеамериканского масштаба Дмитрий Анопченко. Популярные американские журналы крайне редко выносят на обложку что-то важное. Им ведь что нужно? Чтобы люди совершили покупку. Поэтому редакторы и отбирают фотографии знаменитых актеров. Ну вот звезды Голливуда, кто не знает Гаррисона Форда. Или знаменитых моделей. Или уж в самом крайнем случае ушедших в мир иной знаменитости. Есть ведь очень важное правило. Никакого негатива. Никто не захочет покупать плохие новости. И лишь эта неделя, похоже, исключение. Потому что на обложках фотографии тех, кого подозревают в совершении сексуальных преступлений. Либо их жертв. В самом узнаваемом месте Лос-Анджелеса, на Голливудском бульваре, в театре, где Оскар вручают, туристам любят показывать инсталляцию под названием «Дорога в Голливуд». Длинная лестница приводит тебя к кровати. Мол, именно так, через постель, для многих и начинается путь в большое кино. И в этой шутке всегда была лишь доля шутки. Снежный ком обвинений спровоцировала история Харви Вейнштейна, одного из самых влиятельных голливудских продюсеров. Человека, без которого и Тарантино бы не стал тем, кем он есть. Прокатчика криминального чтива, убить Билла, бесславных ублюдков. В американском кинобизнесе именно продюсер влияет на кинофильмы больше, чем вся съемочная группа. И Вейнштейн как раз был таким человеком. Он сделал головокружительную карьеру. Но одна только статья в Нью-Йорк Таймс ее полностью разрушила. Статья о том, что в обмен на роли он десятилетиями требовал от актрис близости. Он сказал мне, идем наверх, в смысле в мой номер. Я не очень понимала, как мне быть, что делать. Я не знала, как сказать нет кому-то вроде него. От 30 до 40 женщин отважились на это, поведав аналогичные истории. Среди них и звезды первой величины, Анжелина Джоли и Гвинет Пелтроу, которым Вейнштейн в свое время тоже грязно приставал. Эта история так и закончилась бы крахом лишь одного знаменитого продюсера, если бы Голливуд неожиданно не прервал негласный заговор молчания. Да я обо всех в этом бизнесе слышал дикие истории. Признался журналистом режиссер Оливер Стоун. Говорят Голливуда, ты думаешь, да там везде такое. Знаменитости, о которых все говорят, и везде то же самое. Разоткровенничался Джош Клуни. История Харви Вейнштейна словно ящик Пандора открыла. Сразу же, мгновенно, как по команде в прессе появились похожие обвинения и похожие истории. И ни одна, и ни две, и очень громкие. Сразу 38 женщин выдвинули обвинения против режиссера Джеймса Тобека, обвиняя в приставаниях и агрессии. Под судом за домогательство оказался актер Билл Косби. Рухнула карьера знаменитого фэшн-фотографа Терри Ричардсона. Издательство отозвали все его снимки из-за обвинений со стороны женщин. Досталось даже прикованному к инвалидному креслу 93-летнему президенту Бушу-старшему. Актриса Хезер Линд, не только ролей, но и имени, который до этого никто бы и не припомнил, мгновенно стала популярной. Рассказав всеми Эрике, что 4 года назад во время автосессии престарелый президент якобы положил руку ей на ягодицы. В социальной сети актриса разместила невинную, в общем-то, фотографию с Бушем-старшей и его женой и пожаловалась. И напрасно пресс-служба политика уверяет, мол, Буш уже много лет всем без исключения рассказывает одну и ту же шутку. Мол, он прикован к инвалидному креслу и просто пытается приобнять собеседника за талию, но неумолимое общественное мнение уже и старика записала в насильники. Богатые и знаменитые всегда используют свое влияние и деньги, чтобы выпутаться, совершив преступления. Америке к подобному не привыкать. У всех ведь еще в памяти обстоятельства недавнего служебного романа президента Клинтона с Моникой Левински или история с президентом Трампом, случившаяся с ним в ходе избирательной кампании, история с сексуальным подтекстом. Но нынешний скандал даже президентским историям может дать фору. Настолько он масштабный. Тот факт, что кто-то был настолько влиятелен, но его карьера полностью рухнула. Думаю, этот мощный месседж всем, кто ведет себя так же. Сейчас соцсети дают возможность каждому быть услышанным, дают возможность женщинам понять, что они не едины с этой проблемой. И то, что что-то сейчас изменится, обязательно изменится. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. И мы продолжаем следить за громким политическим противостоянием Мадрида и Барселоны. Последняя новость, буквально последних минут. Громкая отставка в Каталонии. Главу региона Карлиса Пучдимона испанские власти отправили в отставку. Глав департаментов вместе с ним. Новые выборы в Каталонии назначены на 21 декабря. Ну что ж, похоже, именно результаты этих выборов определяют судьбу и каталонцев, и испанцев. А вдруг голосование добавит еще больше влияния сторонникам независимости. Мы обязательно будем внимательно наблюдать за всем происходящим. На этом все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности недели. Мы обязательно встретимся с вами в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok